В Бийске, как и везде в России, главные проблемы обозначены четко. Не совсем умные люди и дороги. Однако есть и чисто наукоградовские беды. Как правило, это мусор и собаки. Когда это все закончится, спрашивают друг у друга жители Бийска в соцсетях и публикуют фото и видео заросшего мусором города. Весь город – одна большая несанкционированная свалка. Ходить противно. Снег растаял, повсюду кучи мусора лежат. На тротуарах, на газонах. Город очень грязный. Вокруг остановок ужас. Люди – свиньи. А еще совсем не убираются газоны вдоль дорог. Спиленные ветки. Особенно, где делался ремонт покрытия. Особенно страдают от оттаившего мусора жители частного сектора и тех районов, которые располагаются, скажем так, на периферии. На фото и видео хорошо заметно, как выглядит город, если чуть-чуть свернуть в сторону с центральных улиц. Там мусор и грязь соседствуют рядом с местами отдыха. О, какая красота. Помойка. Рядом частный сектор. А еще лучше – парк новый. Ранняя весна, конечно, очень радует. Однако теперь точно стал ясен смысл знаменитой фразы. Весна покажет, кто и где зимой мусор набросал. Правда, бичане считают, что вина грязного города целиком и полностью лежит на самих горожанах. Поэтому и убирать должны они сами. Весь город после зимы – сплошная помойка. Это отлично показывает, как люди относятся к месту, где живут. Дети растут в этой грязи и мусоре и считают это нормой. А потом привыкают. И вопрос к администрации города. Почему не убирается мусор? Снег же уже сошел? Добавим, что у комментаторов в соцсетях всегда есть инструкция на любой случай жизни. Так они предлагают привлечь к уборке города детей и школьников, устраивать соревнования, а оставшийся снег помогать убирать своими силами. С этим мэром убирать город будем мы сами. А потом и снег убирать каждый. Полный багажник снега набрал, за город вывез. Вот тебе и чистый город. Около 10 лет назад, когда ребятишки мелкие были, устраивал им соревнования по сбору мусора во дворе. Победителю обещал приз. В итоге они собирали и у соседей. Всем выдавал по мороженому, а победителю два – и чупа-чупс. Бича не шутят. Если желающих убирать город замороженное и чупа-чупса будет мало, то можно будет воспользоваться и историческим примером. Ленина не хватает. Он точно знал, как людей на субботник отправить. А какая-то часть жителей считают, что у горожан, как всегда, завышенные требования к комфорту. Просто еще не пришло время для уборки города. И нужно, как всегда, немного подождать. Люди, вы с небес свалились в этом году в Бийске. Каждый год одно и то же. Город в порядок приводили ближе к 9 мая. О чем вы сейчас говорите? Какие остановки подмести? Еще снег лежит. Март месяц на дворе. А пока администрация готовится к апрельским субботникам и уже начала убирать город, бичане мечтают о возможном светлом будущем. Они просят починить дороги, сделать новые спортплощадки и современные парки, а еще фонтанов. Фонтанов побольше. Елена Мельникова, Илья Питков, Андрей Сегаев. Будни.